На турнир заявились пять команд. Сначала все коллективы сыграют между собой в группе, а потом четыре лучших разыграют медали чемпионата. В первый игровой день было запланировано два противостояния. На зеленый газон вышли команды «Юность» и «Гармония». Коллективы оказались разного уровня. «Юность» с первых минут захватила инициативу и не переставала атаковать на протяжении всего матча. «Гармония», в свою очередь, до первого пропущенного гола играла неплохо, успешно оборонялась и не забывала о контратаках. Но пропустив один гол, команда психологически надломилась и перестала бороться. Итог противостояния 5-0 в пользу «Юности». В принципе, матч сложился неплохо. Да, в общем, хорошо сыграли, сыграли, съесть. Но хотелось бы еще лучше играть. Свою игру я ценю на четыре, можно сказать. Вот так. Бегали, забивали все. Молодцы. Тренер «Юности» Андрей Леонтьев в послематчевом интервью отметил, что главным соперником его команды станет «Корвет-М», а также объяснил, за счет чего девушкам удалось победить в прошедшем матче. Команда уже сыграна, уж не впервой. Конечно, не хватает некоторых девочек, которые в основном составе, конечно, отыграли. Но они уже сыграны, им, конечно, легче уже было отыграть и команда, тем более тоже у них новая. Во втором матче дня ДФК «Испания» с учетом 3-0 переиграл команду КБМК. Следующий тур женского первенства состоится 8 августа. «Корвет-М» встретится с «Юностью», а «Гармония» сыграет с КБМК. Дмитрий Соснов, Александр Меньшиков, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру».